Травль Причем так, как этого никто не ожидал Сейчас вы увидите не только Откровения людей, которые еще ни разу Не говорили о пережитом на камеру Но и наглядную историю о том Как связана школьная травля И стрельба в учебных заведениях Которая случается все чаще и чаще Когда я ходил в садик Не помню, что там что-то как-то со мной Кто-то хорошо дружил Тогда лес в саду все По сути одинаковые Но вроде бы из-за роста Потому что я даже сейчас не скоростный По сравнению со своими ровесниками Вроде бы из-за роста Всегда меня и в сторону и ставили Когда пришел в первый класс Школы своих в Подмосковье Вот там как раз таки началась Вот эта травля из-за роста Вот в итоге Мы вынуждены были перевестись Из этой самой школы В другую школу И там тоже то же самое началось А когда ты говоришь Началось то же самое Что ты имеешь в виду? Были как бы клеймо мелкий И все То есть никто не подходил Вот То есть Это были издевки Потом началась Ну вот просто знаешь Когда с тобой никто не общается Все считают тебя изгоем Видишь еще интересная штука Вот мы сейчас То что мы с тобой говорим Часто трудно пересказать другим людям Вот не нам с тобой То что ты сейчас описываешь Когда ты говоришь Ну мне было клеймо Кратышка Мелкий Ну это же не кажется людям страшным Если мы говорим Это какой это буллинг Это просто детские забавы Они скажут Нет там вот было Именно вот отторжение Вообще всего То есть это не Ладно там кто-то обзывает Там кого-то Кратышка И там дружит с ним Например А вот там вот именно было Мы с тобой не будем дружить Потому что ты мелкий Все Настоятельство в классе Началось точно Прям началась Прям организованная Прям травля Вот Когда меня там все Как бы пытались задеть Все пытались обозвать Вот там прятали мои вещи Как-то там обзывались Какие-то сплетни распространяли Вот Ну дети Говорю же весело Все это им было Вот И я тогда был очень Как сказать Очень не злопамятным То есть я Всем прощал Ну вот так вот Меня учили И Тогда я Старался все забыть И старался просто Как-то Ну Убрать просто из памяти Выкинуть это все Ты говоришь Если буллинг Уходить Нет Я говорю Если буллинг Прекратить это в эту секунду Вот что я говорю Я говорю Что нет ни одной причины Ни одной в мире Терпеть Ни одной И оправдать это Ничем невозможно А вот он учится жизни Он не жизни учится В этот момент Ребенок Он учится совершенно другому Он учится тому Что мир устроен очень жестко И что сильный Может обижать слабого И И в общем Ничему хорошему Он не учится Поэтому Мне кажется Либо у родителей Есть инструмент У родителей Конечно У взрослых Вот тот случай Когда нам Нужно выполнять Свою главную функцию То есть защищать детей Если мы окажемся В ситуации буллинга И у меня не получается Что-то сделать Ни подсказкой Ни советом Ни жестким разговором Иногда Уходить немедленно Немедленно Нет никакого Оправдания того Что человек будет страдать На мой взгляд Разговоры о том Что подожди Подожди Ты потерпишь Дальше будет лучше Нет не будет лучше Не будет лучше Но единственная проблема Что ты знаешь Я думаю Сам пример Как ребенок уходил А эта история продолжается В новой школе Надо помогать Так надо выбирать Так надо выбирать Если человек оказался В этой ситуации Мне кажется Что опять-таки Одна из важнейших функций Родителей Помочь ему выбрать Мы чуть-чуть говорили О выборе На что мы будем смотреть В следующей школе Да Как мы будем это понимать Какие есть инструменты у меня Чтобы понять Я окажусь снова В этой ситуации Или нет А ты веришь в это новое Ну не новое конечно Просто сейчас очень модное Стало понятие Элективности Что типа ребенок сам такой Что там привлекает насилие Все время Слушай Вот это прекрасно Это прекрасно Вот заметь Как в нашем разговоре Сначала дети садисты А теперь значит дети Мазохисты вероятно Да Классно Что происходит с детьми Которых били в детстве Со многими из них Оправдывают Да Они говорят потом Что отец меня бил И я человеком вырос Да И в этот момент Кроме того Что я иногда задаю вопрос Кто тебе сказал Что я вырос человеком Это такая отдельная история Да Но при этом еще раз Я не брошу у этого человека камень Потому что если это было Если я прошел все эти муки Наверное у этого была Какая-то цель Да А не просто я так сказать Стану и скажу Я вырос в семье насильника Блин Что является правдой Да Мы Не то что мы оправдываем Мы стараемся понять Если я так страдал Десять лет в школе Ну это значит Это кому-нибудь нужно Это было нужно для чего-то Нет Это ни для чего не было нужно Да Ни для чего нет Ни одной причины Ни одной Ни одной причины По которой должно было происходить Да Только Ну вот сказать Я не знаю равнодушные Или непрофессиональные Или я не знаю какие Не очень хорошие может быть Люди которые тебя окружали К сожалению Я думаю что на самом деле Правильно начать будет В первый момент столкновения С травлей И момента когда вы поняли Что это травля Потому что это обычно Две разные ситуации Травля случилась Теперь уже Три года назад Это случилось с моим сыном И началось это Конечно просто С конфликтных ситуаций Это не было травля Поначалу Ему было семь лет Это был первый класс Очень крутой Рейтинговой Московской школы В которую Просто так Не попасть Где-то То есть в сентябре Мы пошли в школу И где-то в ноябре Родительский чат Взорвался Информация о том Что в классе Есть некий Агрессивный мальчик И что он Никому не дает Жить Дальше Единственное Что мы заметили Что сын стал Как-то грустнеть И ходить в школу Без энтузиазма А зимой После Нового года Несколько родителей Буквально там В промежутке недели Прислали мне Личные сообщения Примерно такого Содержания Что в курсе ли вы Что ваш ребенок Содержится в условиях Которые сродни тюремным В курсе ли вы Что над вашим ребенком Издевается мальчик Тот самый И почему вы Ничего не предпринимаете Мы конечно с мужем Были в ужасе Сразу начали Как-то задавать вопросы И когда задали Много всяких вопросов И ну как-то Раскрутили Скажем так Сына на разговор Выяснилось Что действительно Вот теперь Это уже травля Потому что Это происходило Каждый день Это происходило И словесно И физически То есть это там Какие-то тычки Пинки И так далее Но проблема была в том Что сын Это не воспринимал Как травлю Он постоянно повторял одно Что учительница Говорит Что это особый ребенок И надо просто уходить И не обращать внимания Родители решили Давайте соберемся Напишем письмо директору Что вот есть такие случаи Там синяки Мат Много всего Директор стал по одному Вызывать тех родителей Которые подписали Вот письмо О том Что примите меры И говорили Ну а вот что Часто вот есть У вашего ребенка Проблемы с этим Агрессивным мальчиком Нету Ну а что вы так То есть он помирился С ним Помирился Ну все Вы зачем подписали В общем последними Вызвали нас С мужем С нами говорили Очень корректно Нам никто не говорил Что мы какие-то Ненормальные Нет Все было очень Корректно Просто было сказано Что ну вот мы поговорили С родителями Которые письмо подписали Они же все отказываются Теперь от этого Оказалось Что проблем-то особых Ни у кого с мальчиком Нет только у вас Вот А вы Вы зачем Ребенка Каждый день Вот допрашиваете Вы же его наоборот Тем самым Нервируете А не надо Попейте витамины Успокойтесь Сходите к психологу Мне очень важно Чтобы травля Понималась Именно как правовое Понятие Каждый имеет Право быть защищенным От насилия Никто не имеет права Быть популярным Это уж как получится Да Мне не всем это и нужно Но каждый имеет право Быть в безопасности Каждый имеет право Не заходить в школу Сжимаясь от страха Любой ребенок Независимо от того Какой он Как он себя ведет Что он Он имеет право Не сжиматься от страха Входя в школу Да Вот этот правовой аспект И если мы Этот правовой аспект Все время не упускаем Из вида Нам становится легче Про это думать Потому что иначе Все тут тонет В каких-то соображениях А он такой Они такие И это можно бесконечно Это все перетирать И никуда Не прийти Когда мы Получаем эту ясность Правового взгляда То сразу становится понятно Что да Это ответственность школы Ответственность школы Чтобы ребенок В ней был в безопасности Так же как Он должен быть в безопасности От физических воздействий Так же он должен быть В безопасности От эмоциональных воздействий Да Это то что мы Все вместе взрослые Общество, школа, семья Это должны детям Мы должны это обеспечить Потому что каждый ребенок Имеет право Не подвергаться насилию Это просто Это мои личные Как сказать Эти замашки Но подростки Это не то что весит Просто Это Вполне очевидный факт Что они поголовно дегенераты Я просто ни одного Нормального подростка Вот Не видел Потому что Ну Это такая редкость Причем я До сих пор Не теряю Надежды Что Среди них есть нормальные люди Пытаюсь с ними знакомиться Общаться Но Каждый раз Меня постигает разочарование Как бы И это не потому Что я считаю Там все выше них Я просто общаюсь Понимаю, что все То есть Это в ноль полный Я не знаю Что-то с ними не так Может я что-то там Чего-то не ценю Чего-то не замечаю Но по-моему Это просто бесполезняк Я не вижу смысла С такими людьми общаться Потому что Это неинтересно Почитает рата времени И такие подростки Как бы Я даже не представляю Как они сами с собой общаются Ты же сам был подростком, Коль? Да я сейчас подросток Ну Как бы был так-то Да Ну да Мне К счастью Или к сожалению У меня никакой Вот этой подростковой Социализации не было И не будет уже Потому что я Все 9 лет своей школы Как бы провел Но в одиночестве Так скажем Это знаешь Как по возрастающей Началось Сначала были в первом классе Там как-то Такие обидки Какие-то Потом уже В втором классе Я прям помню Вот этот момент Когда В общем мне сказали Что там твою куртку Топтали там Ну не это Вытирали ноги Как бы Иди спустись Посмотри Ну это же Ну весело им что Вот Как бы Потом уже Началось уже похуже Вот Ну и в принципе Вот в этой самой школе В которой я сел Со половины второго класса Под девятый класс Это все Это все По возрастающей шло Коля Когда говоришь Похуже По возрастающей Что ты имеешь ввиду? Ну да В смысле Похуже Да Ну смотри Тебя били Да Много человек На тебя одного Каждый день Не совсем Потому что Это контролировалось Как-то учителями Вот скорее всего Это просто было Просто подойти Как бы Ну что-то там Ударить И это постоянно То есть от всех То есть Это вот просто Мне там могли Могли там Ручками закидывать На В классе Вот Мне там Как-то какие-то Пакости могли делать Просто как бы Доставать Чтобы Ну чтобы я извелся На эмоции Самая Самая Вот Главная цель была Это вот просто Постоянно Меня задевать То есть чем-то Вот То есть это Вообще происходило Везде Всегда То есть И причем так Чтобы Ну это не было Чем-то Чем-то значим В глазах Учителей То есть Вот это Происходило Постоянно На протяжении Ну всех Моих школьных лет Вот Знаешь Когда я общался С своими Одноклассниками Я их по-честному Спросил По своим воспоминаниям Говорю Слушай Мне когда Тогда казалось Что вам очень хотелось Чтобы меня не было В этом классе Чтобы меня вообще не было Может быть там В мире Было такое И мне Одноклассник говорит Слушай Наверное да Что-то такое помню У тебя не было ощущение Что они хотели Чтобы тебя не было Чтобы тебя не было Просто Ну конечно К этому все И сводилось Вообще все Чтобы я как-то там Ушел оттуда Ну скорее всего Просто было игрушкой На котором можно было Забавиться Мальчик Что вы школа Что вы школа Вы должны Вы нам портите детей У вас тут уже Дети в крови Практически все По нашей практике Родители не хотят Сильно вовлекаться В проблему школьной травли Они хотят Чтобы школа И мы Сделали все за них А все начинают говорить Что понимаете Травли это такое Социальное явление Где если мы все вместе Не будем работать На один итог То у нас Ничего не получится Если я как директор Хочу вас к себе Вызвать в школу Что я для этого Должен сделать Написать нам И мы дальше Приходим на встречу Общаемся И понимаем адекватность Все наши герои Кого мы записывали Они все Как-то понимали Связь между событиями Которые были в школе И вот какими-то проблемами Ну не проблемами Знаешь Какими-то ощущениями Негативными Во взрослой жизни Только после терапии Ты мне сейчас До съемки сказал Что ты это все Сам вывозил Как это у тебя было Ты всегда понимал Что у тебя вот здесь Вот было что-то Что тебе неприятно И ты как-то с этим справлялся Или ты тоже Через какое-то время Только осознал Что вот это было ненормально Какой хороший вопрос Я думаю Что через время все равно Слушай Ну мы же Особенно когда мы маленькие Нам кажется Что нас никто Не может обмануть И нам кажется Что не может такого быть Что кто-то хочет Специально сделать нам плохо Ну прям не может быть Там не знаю Если мы про педагоги говорим До семи лет Это просто жесткое правило Ну а взрослые Не могут хотеть мне зла Ха-ха-ха Ну и дальше Это продолжается И ты начинаешь Искать рационал Мы про это немножко поговорили Ну значит Наверное у всех так Значит наверное Это правильно Не может такого быть Что мне плохо Просто потому что плохо Потому что Кто-то с умыслом Это сделал Потому что кто-то Не доглядел А кто-то может Это сделал специально Так что нет Так что нет В этом смысле Все свои страдания Я тащил сам конечно Первые три класса Я учился в обычной Школе возле дома Ну так сказать Дворовая что называется Школа И удивительным образом У меня там было очень хорошо Здесь? Да в Петербурге Все в Петербурге В Ленинграде тогда Потом произошло то Что происходит наверное У многих А именно мои родители Любимые Решили что Я достоин большего Что мне нужно срочно Идти в какую-нибудь Очень хорошую школу И меня отправили В школу номер 470 Я рад сказать номер Которая на тот момент Была считалась Одной из лучших школ города Она была физико-математическая Теперь Саша Где я и где физика и математика Это отдельная тема Но я соображал неплохо И был как-то такой Более-менее Наверное интеллигентный И соображающий И меня значит туда Отправили Как это говорят про детей Какой класс получается? В четвертый Ну началка была Первые три класса Отправили же Это очень важное слово Про детей говорят Как про дальний багаж Или как про анализ Который мы приходим задавать Я отправила Я так сказать Засунула Я вот это вот Со мной это значит Совершили Это действие Слушай Я оказался в этой Модной Прекрасной школе С директором школы Депутатом Значит Со всеми делами И первое время Я не понял Что со мной произошло Потому что Ну там действительно Как-то было Пожалуй почище Ну как-то так Да Какие-то картинки Там висели Там я не знаю Но Я помню это ощущение Леденящую душу Когда с первой секунды Мне все И учителя и дети Дали понять Что я здесь лишний Что вообще ты не из нашего муравейника Я не могу Я ездил в лагерь до этого Я был довольно Так сказать Социально Раскручен Да Я умел Знакомиться Я умел дружить Мне кажется Ну вот Значит Этот Месседж Становился все более Жестким И понятным День до дня Ну все А потом в один прекрасный день Теперь Честно тебе сказать Я не помню Первого случая С чего это началось Потом меня начали чуморить Да В первую очередь Дети Или Сегодня я уже думаю Что может и не дети В первую очередь Может это был месседж Учительский Потому что про учителя Я тоже тебе расскажу Значит И чуморили меня Довольно жестко Помимо того Что меня обзывали Значит Всякими неприятными Словами Типа Жудовской морды Что напрашивает Само собой А какая я морда Ясен пень жудовская Да Окей Да Очки я тогда Начал носить К несчастью Или к счастью Именно тогда Да Я не носил их постоянно Но я понятное дело Сразу стал очкариком И всем остальным Все Это было унижение словесное Это было унижение физическое Да Когда я просто помню Что у меня Один раз была такая ситуация Или я вытеснил Или я помню один раз Но один раз я помню Я выхожу из школы И стоит вот так Значит Весь класс Или два класса Меня просто пинают Одного человека к другому Пока я не падаю в конце Почему это было сделано По кочану Как ты понимаешь Да Мы в общем про это уже поговорили В чем истоки Нет истоков Нет истоков Истоки просто в том Что взрослые Которые окружали этих детей Не сочли нужным Рассказать им о том Как устроен мир И что они чувствуют И что с ними чувствами делать И так далее И так далее Это важный момент Да У буллинга нет причины Вот когда взрослые говорят Да А он сам виноват А она сама виновата А надо было ногти Вовремя стричь кому-то А надо было косички заплетать Сдача дать Это ложь Это ложь Это неправда Он же в первую очередь Человек Ребенок в частности Он реагирует на чужого А дальше начинает К этому подтаскивать причину Больше ничего здесь нет Ничего Даже если бы ногти Как такой человек Постриг до основания Ничего бы не изменилось А ты спрашиваешь За что? Почему так? Ну спрашивала Толку Как бы никто Внятный ответ Не дал Вообще А уходить из школы Ты не думал? Да Конечно думал Но Меня никто не перевел Я просил Родителей Меня не перевели Вообще То есть Никак Один раз Я пытался Переводиться Вот А на остальные Мои просьбы Как бы Что вот Переведи меня Я тут не могу уже Мне говорят Нет Сиди тут Ты сейчас Довучишься Пойдешь Там у тебя будет Счастливая жизнь И так далее Ну и как бы Все продолжалось С новой силой То есть я В 7-8 классе Это просто апогея достигло Я просто в школу Не мог ходить У меня полетела Просто вся учеба Я стоил Наверное на двойке Съехал Потому что Как ты можешь Мчиться Если Ты их всех Не видишь Не то чтобы Ты их всех не видишь У тебя обеда Очень сильная Вот мне обидеть Я уже стал в классе В 9-ом Наверное Вот Мне родители Знаешь Что говорили Когда я приходил домой С дачи дал Ну мне так же Говорили Я причем Просил своих родителей Устроить меня Там на сам Но мне тоже Отказали Почему Терпил Нужно терпеть Да Ну Бог посылает Типа того Подставь второго счета Да Говорили такое Конечно говорили Вот И Ну приходилось Вот Терпеть Да Не все дети Вообще рождены Для того Чтобы давать сдачу Вот что я поняла Вот конкретно Наш сын Он не похож Ни на меня Ни на мужа Ни на кого из нас Он вообще Мы иногда Иногда смеемся В семье Говорим Что там Ты наш инопланетянин Ну в хорошем смысле Он абсолютно Не готов давать сдачу Мы его водили на борьбу Он проходил 6 месяцев И через 6 месяцев Тренер нам сказал Не надо У него совсем нет Природной агрессии Он выполняет все нормативы Но как только спарринг Вот он нет Вот забирайте Смысла нет То есть Мы не могли Никак до него донести Что ну ты как-то вообще Стой за себя Он тебя бьет Ну стукни в ответ Что ли То есть мы тоже были Вот в этой риторике На самом деле В начале Да и вообще у меня вопрос Философский возникает А должны ли они Вот уметь Прямо давать сдачу Они для этого ходят Что ли В бойцовский клуб В эту школу Вот Второй год Значит второй класс Это совсем был Какой-то ад Где-то в ноябре Ну то есть там Там все Там уже была И психосоматика И больной живот Бесконечный И бесконечный ОРВИ Уже в какой-то момент Педиатр спросил У нас У вас вообще все В школе нормально Не может быть так Что ребенок Две недели болеет Одно дома Вот И в ноябре он сказал Мне невыносимо Ходить туда То есть я прихожу В школу И в восемь утра Уже начинаю ждать Когда это все кончится В мае Второго класса Ярослав Так зовут моего сына Пришел Весь в слезах Ну в слезах Он приходил часто В этот раз он пришел И сказал Что случилось Что-то совсем неприятное Мы спросили Что Он говорит Ну Дети Причем даже не те Вот 6-7 человек А просто какие-то дети В этот момент На самом деле Уже весь класс Как-то к нему так Относился Потому что уже Было можно И потому что Уже была весна Все устали И в общем Тут накопилось Все подряд Уже просто Какие-то дети Которые изначально Даже его не травили Захотели подшутить Сказали Раслав Иди вот там К дереву на прогулке Там цветы Иди понюхай Он говорит Я подошел А там Ну говоря взрослым языком Птичьи экскременты Вот И все ржут Значит Естественно Ему это было Очень обидно Он заплакал Они все побежали За ним Столкали его В туалет Значит Оттуда он Как-то там Учительница Оттуда достала Вот И он это все Рассказывает В общем-то И надо сказать Что к этому моменту Вот весь второй класс Учительница С нами уже не общалась Она передала Через родителей Вот этих лояльных Что передайте Пожалуйста Семейству Что я не готова С ними общаться Только через Родический комитет Поэтому у нас Контакта с ней не было Но иногда С ней пыталась Общаться моя мама Как бывший сотрудник школы Там как-то так Найти какие-то способы Пути В общем она ей позвонила И сказала Ну что это такое Что это вот Очередная какая-то история С нашим ребенком Опять произошла Та сказала Я разберусь И на следующий день Было вот что Вернулся наш сын Из школы И сказал У нас был классный час На нем разбирали Эту ситуацию И в конце Классного часа Мне все сказали Оказывается Это все было не так Мы говорим А как все было А оказывается Это просто дети поиграли Мне так сказали А я зря пришел И расстроил маму Я говорю А тебе это кто сказал Ну учительница Она сказала Ты зачем приходишь домой И все рассказываешь Еще в таком исковерканном месте Ты зачем расстраиваешь Маму и бабушку В этот момент Во мне что-то Ну окончательно перевернулось То есть Это пошло еще И манипулирование Чувством вины Я буквально Мне кажется Вот в него Начала кричать В сына Что ты никого Не расстраиваешь Это они нас все Расстраивают И говорить надо Я видимо Была так На таких эмоциях Он стоял Стоял и говорит Мам Наверное Если бы меня Совсем не было Всем стало бы лучше Вот Это были уже Такие Наверное Последние Слова Которые просто Но они Прозвучали Как набат Мы с мужем Схватили вещи Побежали к директору И сказали В нас переводите Сегодня же Только Оказавшись в школе Заново Посмотрев На пытающихся Касаться взрослыми Старшеклассников Я буквально Кожей Ощутил всю Задхлость Изолированность Того времени Это сейчас Ты взрослый Можешь окунуться В прошлое И вернуться Обратно В мир С работой С семьей И целым Списком Обязанностей В 13 14 16 Окружающее Тебя пространство Это все Что есть И никакого Другого Мира Нет Ты знаешь Что Я помню Один случай Сейчас Вот прямо Это же терапия Такая Что мы с тобой Сделаем Всплывает Это дерьмо Все Я помню Был какой-то Случай Какого-то Мальчика Из младшего Класса Видимо Травили Или что-то Такое Было Я понятия Не имел Кто этот Мальчик Я тебе Клянусь И значит Наша Учительница Литературы Которая Очень хорошо Относился Она В какой-то Момент В классе Говорит Вот Она может У них Классная Руководительница Была Не знаю Она говорит Вот он Написал Того Кто К нему Пристает Это мальчик Такой Черненький Да Так Обвела Значит У меня были Черные волосы Придется поверить Мне на слово Я вообще Был очень Волосат Да Обвела Так Глазами Класс И сказала Ну вот я подумала Было Кто это мог быть Подумала На тебя Леня Я прям помню Сейчас я этого мальчика Потом не видел На тебя Леня Но потом я Поняла Что нет Наверное Это все-таки Вадим У тебя Леня Душа не та Душа не та У него Душа значит Хорошая У меня душа значит Гнилая Теперь Саша Вот я сейчас тебе Это говорю Я понятия не имею О чем шла речь И не имел Да Ну вот что это было Только что я вспомнил Благодаря тебе Ну вот что это было Это было зачем Да В чем был смысл Я еще раз Я вот знаешь Годы спустя Наверное Уже когда мне было Больше 25 Я задумывался о том Почему я Ни разу Не ушел из школы У меня не было мысли Что можно просто Не ходить в школу Хотя ты ходишь На нее как на каторгу Там тебя ждут Твои какие-то мучители Там насилие каждый день происходит Причем не только у меня У многих И ты понимаешь Что такая-то хрень Творится Но ты не думаешь Что можно уйти Как думаешь Почему ты не уходил А я должен тебе сказать Опять благодаря тебе Господин терапевт Я ушел Меня оставили Очередной раз Убирать класс Но это было Такое хобби Учительницы Да Была осень У нас там был Еще какой-то сложный Проход через раздевалку Очень Да И в этот день Был такой праздник Зинович Карагодский Который был Главным режиссером Тюза Гениальный режиссер Ну просто Те кто не знаете Поверьте мне Куда посмотреть На слово Устраивал такие вот праздники Я должен был его вести Это была такая Честь И это было такое счастье Это было такое Все-все-все-все-все И мне сказали Нет не уберешь класс Нифига Я выскочил в окошко Это было на первом этаже Я из класса Выскочил в окошко Большинство из нас И я кроме этого случая Не делают с этим ничего Потому что считают Что виноваты мы Что не в порядке мы Что система работает верно Не может такого быть Что мы родились в этот мир Который настолько несправедлив Да Мир прекрасен Это мы просто еще Не обтесались И мы-то Что взрослые кстати Очень многие детям говорят Да Ну я из него сделаю человека Да Так я просто не человек еще Они все люди вокруг Учителя люди Одноклассники мои люди Все люди Я пока не человек Поэтому ну что Вот я из детальки Из говна Должен превратиться В человека Да Я могу тебе сказать Крайнюю точку Как это закончилось Да Вот как закончился Мой буллинг Не было бы счастья Да несчастье помогло Потому что Значит учительница Анна Павловна Очередной раз Оставила меня После уроков Помыть класс Или что-то такое сделать Значит И я Это был единственный раз Когда я дал сдачи Внимание Да Анонсирую эту историю Я значит спустился вниз А времени было Ну Питер Слушай Ну было темно уже Ну наверное было читать 4 Но темно Значит и там сидел Десятиклассник Да И он так Кед Бросил Сказал Ну принеси Жидовская морда Сказал мне Я не знаю Что в этот момент Меня переклинило И почему меня не переклинило До этого И этот кед взял Так щах ему В лицо И надо сказать Он не дал мне сдачи В этот момент А наоборот Он так как-то Что-то такое лицо Такое сделал Ну и окей Думаешь на этом История закончилась Нет Саша Потому что когда я вышел На крылечке Меня ждали там Три Десятиклассника Которые Более-менее Аккуратно Перевернули меня Вниз головой Взяли за ноги И постучали Моей головой О крыльцо школы Значит А результатом Этого их действия Явилось Как ты понимаешь Сотрясение мозга И тут Этот месседж Был прочитан То есть тут Видимо Мои родители Заподозрили Что происходит Что-то неладное Со мной Но они узнали Конечно Об этой истории И моментально Перевели меня В другую школу Саша Они меня перевели В школу дворовую Другую Не ту В которой я учился В которой я был счастлив Три с половиной года После этого Ты говоришь В девятом классе Начал ненавидеть Как это пришло? Ну как это пришло Как бы вот За лето Я просто все Понял Что что-то не то И это реально Это реально серьезно Мне это отложилось Я просто начал Просто всех ненавидеть Вот в особенности же Ну вот людей С своего возраста Я уже точно Не мог учиться Потому что Ну вообще Просто никак У меня просто Все съехало Абсолютно У меня там двойки Пошли Я просто не мог Сидеть там В классе Меня это все Но меня это все Очень сильно давило Вот Плюс было Было давление Со стороны родителей Потому что Ну вот это вот Мое Так сказать Моя вот Неуспеваемость Так скажем Вот по этой причине Она как бы родителей Напрягала Вот И происходило давление Что ты там ОГЭ не сдашь Например То есть вначале Они тебя напрягали И давили на тебя тем Что ты должен терпеть А потом еще что-то Нет Там-то не давили Там просто говорили Что вот никуда не перейдем Никуда не Это самое Просто терпи Потому что Ну потому что Вот как бы И все Это на меня Очень сильно давило То есть Это была вот Не то чтобы Мезонтропия Потому что Мезонтропия Это немного другое Так вот скажу Это была просто Вот обида Вот Это была обида Которая как бы Очень глубоко У меня засела И я просто Не мог с ней жить Вот Я стал ненавидеть Вообще людей Потому что Вот это все Мои какие-то Размышления Об этом Мне привели К выводу Что как бы Это люди Они как бы Плохие Вот И Следовательно Они всем виноваты Как бы Я ненавидел Вообще Весь Все человечество Вот Я был Ну не то чтобы Не ненавидел Я был просто обижен Я вижу Например Человека Думаю О как здорово И сейчас Его Сейчас его Не будет Например В этой летащем Тойду Я по своему Колледжу Вижу Вот эти лица И Я понимаю Что Я их всех Просто Не могу Не могу Просто переносить Что я всем Желаю смерти И Это прежде всего Было связано Наверное С чувством Безопасности Что как бы Я боюсь того Что сейчас Меня там Обидят Например Вот И В итоге Я стал С собой Всегда Попор носить Нож Я не знаю Чтобы просто Мне уже терять нечего Я пойду На меня Чуть что Я его сразу Убью Меня уже терять нечего Я уже все В дыре В помойной яме Все Я уже в потрясении Меня из этого не выбралось Так что Я лучше Я лучше вот так Закончу Чем 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 В этом Буду жить Вот И как бы Подвело это К такому случаю Который В итоге Выписывал все Что Что Во мне Копилось В общем Это было Очень символично Я до сих пор Соминаю Это прям Очень символично Потому что Мы проходили На литературе Поступление Наказания Мы писали Сочинение Про Раскольникова Про его теорию Я там Большое такое Сочинение Написал Про то Что Как бы Ну а что Людей вот убивать Вот он мучился Как бы А вот например Я вон Убью курицу Там Чтобы пожрать Я тоже буду мучиться Но я еще раз Ее убью Опять ее убью Как бы И все нормально будет Я короче Пишу это сочинение Там Дописываю его Я думаю Ооо Сейчас это Ну здорово Написал Я доволен Вот как бы И я сижу На перемене В классе Дописываю Вот это все Своё И происходит Следующее Короче У меня Ну в группе Там тоже Так сказать Эти люди Как бы Они Во всех школах Как бы И учились Поэтому Для них Я думаю Нормально Что-то там Как-то посмеяться Но в общем Они начали В меня ручки кидать Ручками Всякими Перандашами Кидать Короче Создание парты И смотрят Спинную И смотрят На мою реакцию Вот Ну просто Им там Смешно Как бы Да Вот Как бы Я ему Отбернулся И говорю Прекрати пожалуйста Ну у меня уже все У меня уже нахлалили Я уже не могу Терпеть Потому что у меня это В школе каждый день Происходило Вот я это До сих пор До сих пор До сих пор вспоминаю Но как бы Это Это что-то Как-то тяжело Мне это не нравится Я сначала Сказал Что если ты не прекратишь Эти Сука Сейчас прям Ну Остановлю тебя Ну и там Я сейчас Я не знаю Что-то там Выплил Типа Я сейчас Тепором Череп Разможу Если ты не прекратишь Потому что У меня уже все Началось просто С состояния аффекта Вот как бы И я уже не соображал Что я делаю Мне главная цель Это прекратить Вот это вот все Издевательство Потому что Ну это невозможно Было бы меня терпеть Вот я Ну я как бы Я адекватный человек Ну даже тогда Я Три раза попросил Прекратить То есть все Ну Хватит Вот А на четвертый раз Ну когда он продолжил Типа посмеялся Что ох Ахаха Типа Ну весело Вот я ему говорю Я сейчас Вся череп Просто размужу Этим топором Ну я посмотрел Типа Ахаха Тоже Что-то это Вот мне уже все Я достаю Топор Показываю Вот это сейчас В голове будет Я уже ору просто Вот дальше у меня Короче слезы Я в этом Просто Я разговариваю Вот так вот Я разговариваю Просто вот Вот А дальше уже Это пошло Ну никого я не убил Как бы Инстинкт Сто на сохранение Так сказать Это Преодолел Мои Эмоции Вот Я просто Ползал в рюкзак И Он там Что-то Он там что-то Испугался Вот все это Увидели Как бы И продолжил Опять писать Ну Это Прекратил Убрал Разражительный фактор А как его еще Убрать Ну Реально Ну Как бы В моем сознании Было Вот только так Только так С ними разговаривать Ну Причем Я же нормально Дипломатически Попросил Вот Я сейчас Не оправдаю Я просто Иронизирую Сейчас Вот На день Дальше Пошло Вот это Все Там Мои ситуации Разобрались Как-то Представили Психолога С мной поработать Вот Агенов Как бы Это мало Чем Кончилось Потому что Началась Пандемия Вот И Как бы Все это Застопорилось И В принципе Вот этот Случай Он мне Положил Какое-то Какое-то Предупреждение Мне Я из него Издег Что Ну Надо Останавливаться Как-то Один из вопросов Который Задавал Нашим Героям Которым Рассказывали Историю Как вы считаете Буллинг Можно победить В школах И ты знаешь На удивление Все сказали Что нет Да Ничего не надо Поднеждать Спокойно Вот эта Вся парадигма Войны Которая Навязывается И детям И взрослым Это жесть Какая-то Победить Надо Всех Победить Всех Порвать Так это И есть Буллинг Нельзя Победить Можно Победить Слушай Это неестественно Для человека Да Мы говорим О чем-то Неестественном Для человека Это происходит В силу Начала действия Каких-то обстоятельств Да Детей помещают Мы уже Привели примеры Да В эти самые обстоятельства Естественно Когда обстоятельства Становятся Человеческими Ничего не надо Побеждать Я поменяюсь В этот момент Ну почему Еще раз Ну вот если ты назовешь Меня Может быть Основываясь На твоих диалогах С другими людьми Одну причину Почему я буду продолжать Гулять с кого-то Я готов С этим позаимодействовать Единственная причина Которую я слышал Что это в нашей природе Человеческой Это в природе Животной Это в животной Природе И то Не до конца верно И сейчас вообще Есть сумасшедшие Открытия на эту тему Да Потому что Совершенно Как мы с тобой знаем Если Слушай Фильм Гараж Ты помнишь Да Прекрасная Там же есть Прекрасный Брандуков говорит Да Мы же топим Друг друга Да Дельфины Когда одному дельфину Плохо подплывают И поднимают его На поверхность Я не помню Цитату тоже Это правда Да В человеческой природе Все наоборот В человеческой природе Заложено Стремление К улучшению себя Других К совершенствованию К развитию К кайфам Наконец Да Давай возьмем Самое простое Самое примитивное В кавычках Да Теперь Если меня научили Тому что кайф и есть В том Что я кого-то сделаю Ниже себя И хуже себя Ну может ли человек На этом кайфануть Ну да Я понимаю Супер примитивный кайф Который отнимают У меня все остальные Природ человека Время от времени Хотеть посетить туалет Да Но он же Не в ту секунду Когда он захотел В туалет Так сказать Да Он может дойти Может это отложить В большинстве случаев А буллинг не может Да А буллинг это такая природа Что я это почувствовал И понеслась Да ладно Такие же Те же самые Я не скажу Но понятные инструменты Еще раз Саша Очень-очень важно Человек может почувствовать Ненависть Гнев Желание Более того Он может почувствовать Желание того Чтобы другой человек исчез Хочу чтобы Саша исчез Все Да он мне мешает Это правда Он мне мешает жить И И Что я с этим дальше делаю И дальше есть Длинная 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 Знаешь как из саквояжа доктора Раньше доставали Вот так вот Разные инструменты Вот эти инструменты Должны разложиться Нас тут же перевели В другой класс А до этого Два года места не было Никогда Нашлось место Я пошла знакомиться С новой учительницей Я привела сына Он в этот момент Был такой старичок Сгорбленный абсолютно Ушедший в себя Она минут пять С ним пообщалась Он ушел Вышел Из кабинета Она сказала Теперь я понимаю Что все что говорилось В кулуарах Неправда Я увидела ребенка Его надо просто спасать Я вас беру Потом начались каникулы И с первого сентября Третьего класса У нас началась новая жизнь Мы были в той же школе Наш сын постоянно Встречался с обидчиками Но все было Абсолютно иначе С первого же дня Учительница Во-первых Она была со мной В контакте Каждый день То есть если с предыдущей Достаточно было Два раза поговорить Вообще не жестко Абсолютно цивилизованно И нас обвинили В тирании То тут она мне звонила Каждый день И говорила Давайте выстраивать Стратегию адаптации Давайте Ярослав теперь Научился Выпрямляться Сейчас он стал Руку поднимать А тут у него Глазки загорели А тут он захотел На Олимпиаду Она мне буквально Каждый прогресс Рассказывала И еще Что я поняла В ее классе Были правила Это вообще В ее Модели преподавания Есть правила И они И они Выполняются Всегда Наша новая учительница Прямо Первого сентября Сказала У меня так Один за всех И все за одного Вот сегодня Ваш сын пришел Я всем объявила Что это новый мальчик Я сказала Что у него Были сложности С некоторыми мальчиками В другом классе Я им популярно Как смогла Объяснила Что эти мальчики Не самые лучшие И вы это сами Увидите И поэтому Когда вы будете ходить Вот вместе С ним И видеть Что хоть кто-то Хоть пальцем Или хоть словом Его задирает Вы просто встаете Стеной И защищаете А там еще Очень интересный Был класс Мальчиков было больше Чем девочки И они все были большие Почему-то Вот прям мальчики То есть третиклассники Но они все тянули На таких пятиклассников И это было Очень забавно Слушать Когда сын рассказывал Что действительно Вот там Идем по коридору Кто-то вылезает Из этих значит Агрессоров Пытается что-то Как раньше шутить А эти все встают Вот так Говорят Вы тут вообще чего Это наш Ярослав Понятно вам Это было да Так довольно забавно Такой Д'Артаньян И три мушкетера Вот И все И все быстро кончилось Когда ребенок заболевает У них например Было правило Что все Должны ему позвонить Написать Спросить Как у тебя дела Не помочь ли тебе Не прислать ли тебе уроки Все просто Она это прям Пультивировала Да И когда он приходил Она устраивала Там какой-то такой Небольшой Между собойчик На пять минут Чтобы все спросили Ну как там ты Ну вот Эмпатию как-то Она в них развивала Она с ними Очень много ездила И это была Единственная учительница В школе Которая куда-то Ездила с детьми А в этих поездках Я участвовала И вот в этих поездках Она Большое внимание Как раз уделяла Вот такому Внеклассному Взаимодействию И выстраиванию Именно цивилизованных Каких-то таких вот отношений Потому что я Тихонько всегда сидела В автобусе Прислушивалась Хотела поймать Вот эти лайфхаки Как же она это делает То есть там правила Были во многом А как мы выходим Из автобуса Мы подаем Девочкам руки Конечно И все встают В такой красивой позе То есть Вот оно Оно вот так работает А что это я слышу Кто сказал сейчас кому-то Как ты его обозвал Это что такое Что мы делаем Когда мы это сказали Извиняемся Ну я надеюсь Ты извинишься Да И пошел извиняться То есть вот это все Что происходило На моих глазах Там просто невозможно Травля Вот в таком коллективе Где есть правила И взрослый Он все глаза Уши Он весь вовлечен Я не представляю Как это можно делать С 30 детьми Но она как-то это делает Она в них Постоянно Всегда Она всегда То есть я когда вот Бывала В классе Или на этих экскурсиях Я вижу Там приходит ребенок Что-то глазки Грустненькие Мама опять уехала Да То есть она Про каждого Знала все У директора И учительницы Которая значит Все это допустила Ничего не изменилось После нас Из класса ушли Еще два ребенка Потому что Травля тут же Перекинулась Естественно Очень часто Опять же Вот я так как пишу Часто Про свою историю В разных пабликах Приходят какие-то Комментаторы И говорят Ой ну у вашего ребенка Так будет всегда Теперь Это же просто Ну позиция жертвы Нет Вот он пошел дальше И нет А зато Травля перекинулась На других детей Хочу вас о грустном Спросить Оля Я читаю твой фейсбук Давно уже Я помню все твои посты Я помню как ты жаловалась Что Стравленет Ты в одну школу В другую государственную Организацию И все говорят Нет нам это не нужно Я правильно понимаю Что даже сейчас Ты кому-то жаловалась По телефону Я край муху услышал Пока проходил на кухню Что государственными Организациями не складывается По честному Не складывается Заставить школы Хартию подписать Потому что В моей картине мира Было Так Мы сделаем Хартию Настропали мы родителей Мол Да Идите в школу Спрашивайте Есть ли у школы Какой-то внутренний документ Который определяет Маршрут травли или нету Если нету Предложите значит нашу Мне казалось Что родители Тут же прямо все Распечатывают Все и трррр С нашего сайта И веселенькой Хурьбой понимаешь Через родительские комитеты Начнут это дело продавливать Реальность такова Нет Ничего этого не происходит Где-то когда я спрашиваю у родителей Почему они не хотят этого делать Они говорят что Они боятся что тогда школа поставит на них галочку Сложный родитель И тогда их ребенок станет Той самой жертвой буллинга От преподавательского состава Они родители Всякие чиновники Омбудсмен Я ходила лично Я оказался по случаю Не помню где Какой-то там был Дворец культуры Что-то такое Мы снимали Для того чтобы детский Какой-то праздник провести Я пришел И там видимо до нас Была какая-то выставка Не достижений народного хозяйства А вот лучших там Не знаю педагогов Кого-то И так далее И так далее И вот я на доске почета Увидел фото Этой Анны Павловны Которую я тебе рассказал Слушай Тебе не передать Что со мной произошло Я думаю что со мной Произошел припадок Потому что я обнаружил себя Да вот я не помню этого момента С ее скомканной фотографией в руке Да То есть я содрал ее Видимо Я просто Ну это Это состояние Видимо шоковое Со мной было Я ее увидел Десять лет Десять лет Взрослый мужик Дети у меня к этому моменту Да Я содрал эту фотографию Смял А дальше вот я вот это увидел И Дима что с тобой Что ты делаешь Да И вот что ты делаешь В этот момент Я как-то да Там ладошку разжал Как тебе я всем советую И так далее Но это значит Что эта энергия Вот эта пружина Ты понимаешь Как она во мне жила Да Как это было Вот По вашему опыту Как это потом отражается На взрослой жизни Манифестируя себя Если человек Понятно что люди В разной степени Чувствительные Да Кто-то там Может быть Не придал значения И забыл Но тот Кого это ранило А тот потом может Сложно вообще Себя чувствовать В ситуации Группового давления Ситуация группового давления Возникает всегда В жизни они возникают В жизни возникают В ситуации Когда ты должен Пойти против группы И опять-таки В культурном обществе В цивилизованном обществе Это не должно быть Для тебя Страшной угрозой Это требует Некого Присутствия духа Это требует Мы не делаем Это в бескрайней необходимости Чтобы пойти Против группового давления Нужны Нужны веские причины Это требует сил Но ты не должен бояться Что за это Ты станешь изгоем Что тебя за это будут унижать Что тебя за это будут бить В культурном обществе Это не так В культурном обществе Ты можешь пойти Против группового давления И с тобой Либо согласятся Либо не согласятся Либо там пожмут плечами Либо будут спорить Но тебя не будут Условно говоря Бить ногами за это И нам важно Быть в безопасности в этом Потому что Только так развивается Что-то новое Так в общем-то Можно сказать Развивается общество Если бы никто Никогда не шел Против группового давления Все всегда делали Только то Что делают все Собственно говоря Мы посидели до сих пор На пальмах Или где там мы сидели Да Общество развивается Потому что когда-то Кто-то идет Против группового давления А вот среди ваших героев Которыми вы общались Которые вам свою историю рассказывали Много было тех Кто хотел Не покончить С самоубийством А именно насилием Ответить Своим обидчикам Нет Среди моих Может быть так Совпало просто Но я сейчас уже вспоминаю Даже не только 40 историй в книге А вообще все истории Которые через меня прошли Большинство хотят Покончить с собой Одна героиня моей истории Окончила с собой Я разговаривала с мамой Это очень известная история Ее можно найти в сети Где угодно Это Элина Гаджиева Ее нет получается Уже два года Про нее рассказывала мама Да, там девочка Выпрыгнула в окно Было не очень В школе было ужасно Наглоталась таблеток Очень долго сидела В своей комнате Вышла, когда стало Совсем плохо Бабушка ее подобрала Увезли на скорой В общем Вот этот Длительный промежуток времени Он повлиял так Что в желудке Нечего было уже чистить Чистили кровь Но она выжила Вот таких историй много В основном все-таки Люди стремятся Покончить с собой Многие Просто себя повреждают Как мне рассказала Одна мама У которой ребенок Начал себя Как раз таки Повреждать В период Острой травли От учительницы Даже не от детей Она говорит Мне показалось Что он таким образом Просто пытался Понять Что он вообще еще жив Что как-то Боль она притупляется Уже душевная Ты уже не понимаешь У тебя уже везде Сплошная болячка И уже не чувствуешь Где вообще Грань боли Где нормы И когда Вот он Резал себе руки Это хоть как-то Напоминало Что есть еще Физическая боль И возвращало в реальность Вы сказали Что после этой книги Вывели для себя Три правила Что это за правила Первое Что я точно выяснила Травлю Всегда Либо запускают Либо допускают Взрослые Всегда По этому книгу Я назвала Травля со взрослыми Согласована Это первое Второе Я поняла Что она может случиться Абсолютно С любым Достаточно Какого-то смешка Со стороны Ребенка Который Не пресечен Учителем Или иногда Поддержан И все И вот такая Вроде бы Глупость Как снежная комната Два Три ребенка Сегодня Завтра Неделя И она уже Не заканчивается То есть Вот это Заблуждение У меня раньше было Что травят Только детей У которых Что-то не так С родителями Оно вот тоже Было пресечено Этими интервью Когда я посчитала Вот все истории И посчитала Сколько из них Тех Которые Были с родителями Поддерживающими Или даже Борящимися И с родителями Не поддерживающими И наоборот Токсичными У меня получилось И это Третье правило Которое я вывела Что Конечно Больше Травли подвержены Все-таки Дети Из токсичных семей То есть С одной стороны Правило номер два Любой может попасть В этот молох С другой стороны Вот правило номер три Которое я вывела Это то Что дети токсичных семей Они либо агрессорами Становятся Либо вот как раз Жертвами Очень часто Вот Очень интересно Было Знаете Что До пандемии Я успела В Финляндии Поучиться На программах Которые Рассказывали о том Как вообще Их система образования Борется с буллингом Если прям Совсем в двух словах То они это делают Очень-очень рано Еще там С пяти-шестилетнего возраста Когда ребенок приходит В детский сад В школу Они вместо того Чтобы тратить Учебные часы Исключительно На счет Рисования Чтения Письмо Они Очень много времени Тратят на формирование Установки Насилия нет И все Разными способами Играми Мультиками С сторителлингом Историями Да Сказками Значит По-всякому Добиваются того Чтобы вот у ребенка За два-три года Жизни В школе Первых два-три года Прям сложилось Как у собаки Павлова Буквально вот На уровне бихевиоризма Если он видит Какое-то насилие Или пресечение границ Он, во-первых Здесь и сейчас Об этом говорит Ты так не делай, пожалуйста И, во-вторых Идет учительница Это говорит Или какому-то взрослому И это не стукачество Это просто норма Потому что вот То, что происходит Не норма И я, значит Вдохновленная Вот этим Когда вернулась в Россию Всем рассказывала Об этом Причем даже друзьям Которые, мне казалось Вот со мной На одной волне И тоже про то Чтобы Про то, что Насилию нет И про то, что В травле Не виновата жертва И так далее Тем не менее Даже они Вот они меня слушали Говорили Свет, ну подожди Это все классно Но А если на них нападут Они же сдадутся За пять минут Всей страной С таким менталитетом И тогда я поняла Что Мы всей страной Каждый день Все еще ждем Что на нас нападут Мы все время ждем войны И поэтому Вот эта риторика Дай сдачи Надо быть сильным Слабак Это тот Который не может Дать в морду Она еще долго Не кончится Мы войны ждем Работать надо с родителями Потому что именно Они будут учить детей Как выходить из ситуации Экстренной И если Мы говорим То это и то А родители говорят Пойди дай в глаз Скорее всего Его авторитет Выше чем наш А как в такой ситуации быть? Нам необходимо Работать с родителями Нам необходимо Говорить им Что Насильственные методы Спрещены У нас на территории школ Никто никого не бьет И если Тебе что-то сказали И даже Вот Был какой-то момент Травли А ты взял И побил кого-то Получается Что ты сам Становишься агрессором И Нельзя победить дракона Не став драконом В таком случае Многие родители Они же не бьют своих детей Прямо Прямо До крови Прекрасная семья Ходят в музыкальный кружок Или спортивный кружок И вещи у него красивые И кормят его хорошо Но нет-нет Да побьют И Мы тратим много своего времени Рассказывая родителям о том Что это Домашнее насилие Что это Очень сильно нарушает доверие Базовое доверие к миру Что это Подрывная деятельность В отношении ребенка Они понимают? Кто-то да Кто-то нет Многие считают Что Дать подзатыльник Или по попе шлепнуть Это не криминал Да не криминал Но просто вы должны знать Что вы делаете Вы бьете человека Вы подзатыльник дадите Полицейскому на улице А своему шефу Тому кто сильнее А что больше проблема Родители которые бьют детей Или сама по себе Школьная травля Самая большая проблема Это отсутствие закона О домашнем насилии Который бы защищал Жертв домашнего насилия От авторов агрессии Потому что Покуда у нас Мордобой В квартирах Очень сложно говорить О том что Нельзя бить людей Когда папа Бьет маму И ему за это Ничего не будет Дело в том что Вот эти вот все коробочки Которые мы понастроили Дом Школа Это очень условное разделение Невозможно взять и просто Полностью отделить Свою личную жизнь От своей работы Это все равно Сообщающиеся сосуды Ты-то един И если ты как ребенок Видишь дома Вот такую Травматичную ситуацию То всюду куда ты пойдешь Ты понесешь ее с собой Да Эмоциональная составляющая Семья Она в принципе Один из главных факторов Того будет ли человек Жертвой или агрессором Ну то есть Вынеся вот это насилие Из семьи Он приходит в школу И он может занять Одну из этих двух ролей И он может стать Как инициатором буллинга Так и такой Провоцирующей жертвой В США Из-за того что Есть доступ К огромному количеству Оружия у людей Буллинг Очень часто Заканчивается шутингом Ситуация которая Была у меня Которая была у тебя И у всех вот Ребят которые будут В этом фильме Они вот эти ситуации Не единичные Они происходят В каждых школах Ежедневно Как бы На это все Всем пофиг Это все никому не нужно Вот просто Вот человек приходит В школу работать Вот отработал Вот это все И Там кто так вот нравится Вот учителю Это не интересно Вообще И поэтому Я просто сам это наблюдал Я сам Мне рассказывали Как это в другой школе Как это все происходит И То есть Это вот реально проблема Которая вот засела в обществе И ее никто не собирается решать То что произошло в Казани Недавно Оно может произойти Где угодно Как угодно Потому что Я уверен что В большинстве школ Я даже в каждой школе Я не верю что В какой-то школе Такого не происходило В каждой школе Есть вот этот вот Забитый Чимырь Я не знаю Лох Омешка У обычного вахтера Просто не было шансов Остановить подготовленного парня А ребенка Который сейчас Переживает буллинг Ты могла что-нибудь сейчас сказать Если представить Что он тебя смотрит сейчас Он не виноват Это не из-за него Это тот ответ Который Возможно ты от меня ждал Я жила всю жизнь И в зрелом возрасте С пониманием того Что я не такая Никакая ты не такая Я неправильная А все разные И Ну это здорово Ведь когда все люди разные Все красивые Все по-своему красивые И вот я даже ребенку своему говорю На волне инклюзии Что есть люди Без руки И без ноги Есть люди С темной кожей А есть люди Разные Есть высокие Есть маленькие И А есть Люди совсем низкого роста И мы все нормальные Но при этом Есть люди Добрые Есть люди жестокие Есть люди Которые обижают А есть люди Которые защищают Мы все разные Это пройдет Это пройдет Ты справишься Ты не один Ты не один Ты сильнее Они тебя боятся Я думаю Я думаю Что они травят Потому что они боятся Я знаю Что я сильная Вот это знание Что я сильная Я справилась Я прожила И я стала Сильнее их Это Мощно Я не сломалась Они не смогли Меня сломать За 9 лет Понимаешь Из того Что я бы поменяла Я бы Пораньше Себя к психологу Отправила Это точно Когда ты живешь В этом Ты считаешь Что так с тобой Должны обращаться Это нормально Ты этого заслуживаешь Ты этого не заслуживаешь Так не должно быть Один мой знакомый психолог Любил повторять Не дай своей грусти Превратиться в ярость Не дай своей грусти Превратиться в ярость Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин